Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем первую главу первого послания апостола Павла Коринфянам. Это послание, как и все другие послания апостола Павла, начинаются с приветствия. И если расположить параллельно эти приветствия, то мы увидим, что у апостола Павла есть определенный свой стиль, как начинать свои послания. Всегда вначале автор послания представляет себя, он указывает адресата и указывает содержание своего послания. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, Исосфен, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, и у них, и у нас. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса Христа. Слова приветствия открывают собой это послание, и здесь апостол Павел напоминает о своей миссии. Он посланник, то есть чрезвычайный и полномочный посол великого царя Иисуса Христа. Слово апостол означает посланник, и он не сам себя поставил на это служение, но он был призван, и поэтому получил особые полномочия свыше. Здесь же он упоминает имя Сосфена, своего собрата, и фактически это является рекомендательным письмом. Сосфен уполномочен истолковать послание общине Коринфа. И в том, как апостол Павел представляет нам адресата своего послания, мы понимаем, как он в себе видит церковь. Что такое церковь? Церковь — это сообщество людей, которые находятся в каком-то одном городе, в Коринфе, и одновременно принадлежат всему сообществу тех, кого Господь призывает и освящает войти в церковь. Церковь одновременно и поместная, и вселенская. И самое главное — это единство и ощущение какой-то сопричастности каждого отдельного человека, каждой поместной церкви, всеобщему делу Иисуса Христа. И, как мы увидим дальше, почти в каждом стихе повторяется имя Иисуса Христа. Потому что для апостола Павла Иисус Христос действительно великий царь, но что это означает для него и для нас, мы поймем, читая это послание. Для апостола Павла это ключ к пониманию того, что есть церковь, и ключ к решению многих проблем, которые возникают у христиан не только в древности, но и в наше время. И начинается основная часть послания словами молитвы благодарения. И это не просто какие-то вежливые слова, какие-то этикетные фразы. Апостол Павел напоминает нам о том, в чем состоит главная обязанность христиан. Прежде всего, молиться друг о друге и пребывать в единстве Духа. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, Которого вы призваны в общении Сына Его и Иисуса Христа Господа нашего». И опять же, в завершение этой молитвы благодарения подтверждается царский титул Христа. И апостол Павел напоминает коринфянам, которые вчера были язычниками, и поэтому они поклонялись своим языческим богам и не знали, что такое священная история. И обретение христианства для них стало обретением истории. Они включаются в круговорот благодати, которая устремляется к последним дням. И здесь мы видим упоминание как финишной черты нашего странствия, тот страшный день Господень, когда Христос придет, и Его Царство окончательно будет явлено всем. И для того, чтобы быть достойным этого, то сам Бог дает силу и оправдание для того, чтобы утверждать нас в святости. И здесь мы между строк тоже можем прочитать, что община коринфа состояла из очень активных, очень живых христиан, которые бурно обратились в веру, приняли благовестие. И поэтому апостол Павел говорит, у вас нет никакого недостатка в духовных дарованиях. Коринфская община живет очень яркой, харизматической жизнью. И апостол Павел, имея все это в виду, превращает это в предмет благодарения, потому что самое главное понимать, что те дары, которые нам даются, они даются не по нашим заслугам, не для того, чтобы мы превозносились, а тем более начинали ссориться из-за этого, соперничать друг с другом. Но всегда помнить, что все это нам дается свыше ради исполнения какой-то миссии. И поэтому эту весть апостол Павел уже вплетает, ненавязчиво вплетает в молитву благодарения. И затем апостол Павел переходит к серьезной проблеме, которая существует в этой общине, проблема соперничества, разделений и вражды. И апостол Павел увещевает к единству. Слово увещевание – это ключевое слово в апостольском служении. Он всегда должен найти слова ободрения, утешения. Для того, чтобы разделения прекратились, невозможно людей насильно примирить или невозможно даже просто их убедить какими-то доводами разума. Но нужно нечто большее. Поэтому слово увещевание включает в себя какое-то внутреннее свидетельство, внутреннюю силу, которая способна не просто убедить силой доводов и аргументов, но сообщить какую-то свою веру и свою благодать. Поэтому увещание – это самое главное в апостольском служении. И в частности оно состоит в том, что иногда нужно умолять, просить, как о милости. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Ключевое слово здесь – это слово единство. Точно так же, как супруги в момент брака венчаются в единую плоть и становятся чем-то единым и целостным, точно так же и христианская община не должна забывать о том, что она должна быть единой. И поэтому должны быть единые мысли, единое сердце, единый дух. И поэтому и в словах тоже будет внутреннее единство. Почему апостол Павел обращается с этими словами увещеваний? Потому что до него дошли тревожные слухи. «От домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят «Я Павлов», «Я Аполлосов», «Я Кифин», «А я Христов». Действительно, до апостола Павла дошли слухи, вести о том, что в общине начинается борьба партий. Для того, чтобы самоутвердиться, немножко принижая своих собратьев, кто-то говорит «Я ученик Павла», другие говорят «Я ученик Аполлоса». Аполлос — это проповедник, который пришел вслед за апостолом Павлом. Он родом из Александрии, человек очень талантливый, яркий. И он укрепил вере тех христиан, которые слышали проповедь апостола Павла. И, может быть, в чем-то его проповедь была более убедительной, более сильной. Во всяком случае, появились христиане, которые стали говорить, что они последователи, они принадлежат партии, фракции Аполлоса. А кто-то упоминает имя Кифы, вероятно, это апостол Петр. Неизвестно, был ли апостол Петр в Каринфе с проповедью. Может быть, кто-то из его учеников или по его поручению кто-то проповедовал здесь тоже Евангелие. Но, тем не менее, образуется группировка людей, которые себя отождествляют с апостолом Петром. И, наконец, есть четвертая группировка, которая говорит, а я Мессия, я Христов. И поэтому то, что я говорю в действительности, вообще меня уполномочен сам Христос говорить это. И все это становится камнем преткновения, яблоком раздора. И, как и сегодня в церкви, в наших общинах, так и тогда, в древности, возникают уже разделения. Мы видим, что никогда христианство не было каким-то идеальным сообществом. Там, где есть великие дары и яркая харизматическая жизнь, там же начинаются и разделения. Но что же делать? И апостол Павел здесь проявляет невероятную мудрость и силу своей веры, и, вероятно, тоже силой Святого Духа. Он пытается убедить христиан вернуться к единству. Первый довод, который он приводит, подумайте, разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Апостол Павел, прежде всего, обращается к тем, кто считает его своим учителем, то есть к своим сторонникам. И напоминает им, что апостол Павел проповедовал на себя, он проповедовал Христа, и он проповедовал смерть и воскресение Христа, к чему затем апостол Павел вернется на еще большей глубине в последующих стихах. Поэтому разве Павел распялся за вас? «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефанов дом, а крестил ли еще кого, не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». И здесь уже заявляется следующий лейтмотив, который потом будет развернут в более стройную теорию о кресте Христовом. И самое главное в христианстве – это смерть и воскресение Христа. И очень часто человек подается соблазну мудрости. И апостол Павел здесь говорит о том, что он пришел не для того, чтобы крестить, но чтобы благовествовать, чтобы проповедовать воскресение Христа. И не просто как некую философию, не просто как прекрасное хитроспелетение словес, которое легко может увлечь слушателей. Для того, чтобы искусство красноречия не затмило собой той реальности, о которой апостол Павел проповедует. Не упразднить креста Христова. И в следующих стихах речь идет о парадоксальной мудрости Бога, которая в глазах людей может выглядеть как юродство, но именно в этом ее божественность и подлинное величие. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Для погибающих юродство. Интересно, кто же эти погибающие? Об этом будет сказано в следующих стихах. Люди, которые считают, что они спасены и находятся на вершине, на олимпе мудрости, в действительности идут к какой-то погибели. А спасаемым оказывается тот, кто наоборот понимает, что его собственной силы недостаточно, и поэтому в его немощи совершается сила Божия. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». В действительности в глазах Бога самая совершеннейшая человеческая мудрость — неразумие. «Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Здесь апостол Павел цитирует, вероятно, произведение, которое не дошло до нас, но сама эта цитата была хорошо узнаваема его читателями. «Где мудрец, где философ, где софист, где книжник, человек книжной культуры? Где совопросник века сего? Человек, который следит за новостями, который задает актуальные вопросы и обсуждает их?» «Все они умолкли, потому что в действительности Бог все это обратил в безумие. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Апостол Павел говорит об юродстве проповеди. «Действительно, он человек не просто прекрасно образованный, владеющий искусством красноречия, но еще и личность чрезвычайно одаренная. И он легко мог бы прибегнуть к своим талантам для того, чтобы проповедовать что угодно, и все бы были увлечены его проповедью. Но он прекрасно отдает себе отчет в том, что Евангелие не нуждается в ухищрениях красноречия. И проповедь, с которой он пришел, в глазах мудрых века сего, людей, которые ищут престиж, силу, в действительности какое-то безумие. И поверить и принять Евангелие о воскресении Христа можно лишь только приняв некое юродство, которое в действительности станет пространством проявления силы Божией. Иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Итак, опять возникает тема Креста. Представить себе, что придет царь, которого римляне придадут на распятие, на позорную смерть, одно упоминание о которой вызывает у благочестивых людей полное отвращение и брезгливость, настолько позорным было распятие. И проповедовать, что этот царь и станет царем мира, конечно, для здравомыслящих эллинов, которые увлекаются мудростью, это абсолютное безумие, юродство. Для иудеев это абсолютный соблазн, это камень преткновения, это какая-то абракадабра, о которой они отказываются говорить. «Но для призванных, для избранных, для тех, кого Господь избирает, и тех, кто из иудеев и эллинов, Христа Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Апостол Павел здесь апеллирует к замечательной реальности. Человек, каким бы он ни был мудрым, сильным, прекрасным и великим, все его величие по сравнению с Богом вообще ничто. И по сравнению с человеком даже Бог в проявлениях, может быть, своей самой беспредельной слабости, унижения и юродства, всегда превосходит человека, бесконечно превосходит, просто потому что человек есть человек, а Бог есть Бог. И поэтому даже если проповедь о кресте – это юродство, то это юродство Бога, потому что Бог послал своего Сына. А если это юродство Бога, то можно быть совершенно спокойным. Оно бесконечно превосходит то же самое премудрое и великое, что касается людей. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные! Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мир, чтобы посрамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильных». Апостол Павел обращается к общению, среди которой возникли разделения и соперничество. И он их возвращает на землю. Он им напоминает «Вспомните, кем вы были, когда я пришел в Каринф. Среди вас не было людей, которые могли бы похвастаться благородством своего происхождения. Не было людей искусных в красноречии, не было людей богатых. Вы были отверженными мира сего. Но Господь вас избрал». Бог избирает специально немудрое, отверженное, все то, что в глазах века сего является ничем для того, чтобы явить свою силу. И поэтому он напоминает им, если вы вдруг стали общиной, среди которых появляются выдающиеся личности в общине, которые процветают духовные дары, то помните, что это все лишь плоды того, для того, что Господь вас избрал ради какой-то миссии, для того, чтобы вы не превозносились этим, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». И этими словами увещевания заканчивается первая глава первого послания апостола Павла Коринфин, который нас возвращает к смиренному осознанию того, что все наши таланты, все наши дары, которые мы получаем свыше, они нам даются для исполнения конкретной миссии. Господь каждого из нас призывает и поставляет на служение для того, чтобы мы исполнили конкретные задания, какую-то невероятную миссию для того, чтобы мы приняли участие в деле Бога. На портале Экзогет.ру с вами был Паратерий Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Экзогет.ру с вами был Паратерий Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.